Сейчас складывается такая ситуация. Человек, который выходит из вуза, его, как правило, не очень охотно берут на работу, потому что у него нет практики. По этой же самой причине бухгалтера не возьмут студента, потому что, опять же, у него нет практики. Получается некий замкнутый круг. То есть работодатель не хочет человека без опыта, а студенту негде взять опыта. Как вы думаете, какой выход из такой ситуации? Мы в предыдущий период, в предыдущие годы находили выход какой? Мы разрешали студентам выпускного пятого курса учиться в вечернее время. То есть они учились, работали параллельно, тем самым приобретая опыт. Это один из таких моментов. Второй момент – это то, что мы даем возможность пройти практику. Первое, в выпускном курсе обязательно производственную практику. И второе, мы не то чтобы не запрещаем, а поощряем работу в летнее или каникулярное время на различных должностях. Последние несколько лет огромное количество различных финансовых и кредитных учреждений, государственных учреждений с охотой идут к нам. У нас открыли свои базовые кафедры. Значит, Прайс Ветерхаус, КПМДЖ, Эрнстен Янг, 1С, Ингострах, Внешэкономбанк, Промстройбанк и многие другие организации. И они с охотой приглашают студентов на стажировку, потом на практику, а потом и к себе на работу, потому что они имеют возможность с ними напрямую общаться на семинарах, лекциях и так далее. Может, это нам поможет в перспективе, чтобы студенты не искали много времени работы. Я совершенно не понимаю работодателей, я об этом говорил неоднократно, которые в обязательном порядке требуют, чтобы у них был стаж. Не понимая, что тем самым заставляет студентов самыми разными способами избегать учебы, выходить на работу раньше положенного срока. И в результате получается, что он студент, а основные дисциплины профиля, основные дисциплины специализации именно на последних курсах, он не доучивается и не дорабатывает. Потому что там, куда он приходит для получения стажа, у него нет пока еще ни навыков профессиональных, ни знаний серьезных. И в то же время, в связи с тем, что его зачастую и задерживают, мы же знаем, как сегодня работает в том числе управление бухгалтерского учета отделы, они зачастую и поздно ночью работают, особенно в период отчетности и так далее. Другими словами, вот это сочетание учебы и работы для студентов дневного отделения губительно как для самих студентов, так и для тех организаций, куда они приходят потом. Но я еще больше скажу, работодатель не всегда правильно ведет и по отношению к старшему поколению дома. Вот 40 лет наступил, извините, для вас места нет. 20 лет тебе ты еще не дорос, а 40 лет ты уже перерос. Как будто вот только 20-40 летние, значит, люди могут работать. Проблема есть. Я как член Российского союза промышленников и предпринимателей поднимал этот вопрос на одном из заседаний правления. И будем и дальше ставить вопрос о том, чтобы, значит, находить способы взаимодействия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!